Милая Роузголд. Стефани Вробель. Издательство «Клевер». Москва. 2021 год. Книгу читает Инга Брик. Глава первая. Пэтти. День выхода на свободу. Моей дочери не обязательно было давать против меня показания, но она всё же решила это сделать. Да, Роузголд виновата в том, что я села в тюрьму. Но ответственность лежит не только на ней. Если уж показывать пальцем, то свою лепту внесли прокурор с нездоровым воображением, излишне доверчивые присяжные и кровожадные журналисты. Им нужна была история. Доставайте попкорн. История вышла что надо. Жила-была одна злая-злая женщина. Однажды у неё родилась дочка. Девочка была слаба и тяжело болела. Она питалась через трубку. У неё выпадали волосы, а передвигалась бедняжка на инвалидной коляске. Восемнадцать лет доктора разводили руками, не понимая, что с девочкой. А потом появились два бравых полицейских и спасли девочку. Вы только посмотрите. Выяснилось, что девочка была абсолютно здорова. Зато мать оказалась больным чудовищем. Прокурор рассказал всем, что она травила собственного ребёнка на протяжении многих лет. Эта мать была виновата в том, что девочку всё время тошнило. Что она страдала от истощения. Жестокое обращение с ребёнком при отягчающих обстоятельствах. Вот как это назвали. Мать заслужила наказание. Сразу после её ареста налетели стервятники-репортеры. Они хотели нажиться на истории разрушенной семьи. В заголовках они требовали расправы над ядовитой Петти, манипуляторшей, которой перевалило за пятьдесят. Все друзья матери поверили в эту ложь. Городок всколыхнулся в волне праведного гнева. Все адвокаты, копы и соседи считали себя благородными рыцарями, спасителями бедняжки. Они заперли мать в темнице и выбросили ключ. Свершилось правосудие. А потом почти все жили долго и счастливо. Конец. Но где были все эти адвокаты, когда мать в тысячный раз соскребала с ковра дочки Нурвоту? Где были копы, когда эта самая мать ночи напролёт сидела за медицинскими справочниками? Где были соседи, когда малышка ещё до рассвета начинала звать мамочку? Объясните мне. Если я почти двадцать лет издевалась над собственной дочерью, то почему она предложила сегодня забрать меня из тюрьмы? Каноли подходит к моей камере ровно в полдень, как и обещал. Готово, Оц. Я вскакиваю с койки, похожей на печеньку поп-тарт. Прямоугольное печенье с начинкой, покрытое глазурью. И расправляю грубую униформу цвета хаки. Да, сэр. Я превратилась в пташку, готовую чирикать по команде. Пузатый надзиратель достаёт большую связку ключей и, насвистывая, открывает дверь камеры. Я у Каноли любимица. У койки сокамерницы я останавливаюсь. Мне не хочется устраивать сцену, но Алисия уже сидит у стены, обхватив колени руками. Она поднимает на меня взгляд и начинает рыдать. Она выглядит намного моложе своих двадцати. Я наклоняюсь и обнимаю бедняжку, пытаясь украдкой взглянуть на её перебинтованные запястья. Но она замечает. Не забывай наносить мазь и менять повязки, чтобы не было инфекции. Говорю я, поигрывая бровями. Алисия улыбается. На щеках блестят слёзы. Она икает. Хорошо, сестра Отс. Я стараюсь не показывать, что мне приятно. Я ведь сертифицированная сиделка. Двенадцать лет проработала в этой сфере. Вот и умница. Дед сегодня сводит тебя на прогулку. Тридцать минут, всё, как доктор прописал. Я улыбаюсь Алисии в ответ, гладя её по волосам. Она уже перестала икать. Будете мне писать? Я киваю. И можешь звонить мне, когда угодно. Сжав её руку на прощание, я снова встаю и иду к Каноле, который терпеливо меня ждёт. На пороге я останавливаюсь и оглядываюсь на Алисию, а потом мысленно ставлю галочку, чтобы не забыть отправить ей письмо, когда доберусь до дома. Со временем станет легче. Алисия смущённо машет мне рукой. «Удачи вам там». Мы с Канолей идём к контрольно-пропускному пункту. Заключённые из других камер прощаются со мной. «Не теряйся, слышишь?» «Будем скучать, мама!» «Береги себя, скита!» Это сокращение от москит. Меня так назвали, желая оскорбить, но я восприняла эту кличку как комплимент. Москиты упрямые, они не сдаются. Я машу им всем с видом королевы Елизаветы, но от воздушных поцелуев воздерживаюсь. Не стоит превращать всё в фарс. Мы с Канолей идём дальше. В коридоре меня чуть не сносит Стивенс. С виду она самая, что ни на есть настоящий бульдог. Приземистая, крепкая, щёки обвисшие, иногда пускает слюни. «Скатертью дорожка!» — бурчит Стивенс. До моего появления она здесь всеми командовала. Пряники — не в её стиле. Ей знаком только метод кнута. Но на одной грубой силе и устрашении далеко не уедешь. И с такими крупными противниками, как я, вообще с места не сдвинешься. Свергнуть её было проще простого. Не удивительно, что она меня ненавидит. Я кокетливо машу ей. «Всего самого наилучшего, Стивенс». «Не трави больше маленьких девочек», — рычит она. «Задушить её нельзя. Так что я пытаюсь убить её добротой». Улыбнувшись, делаю вид, что я сама безмятежность, а потом бросаюсь догонять Каноли. Контрольно-пропускной пункт выглядит крайне непримечательно. Длинный коридор с бетонным полом, слишком белые стены и изоляторы с окнами из толстого стекла. Коридор заканчивается небольшой офисной зоной, где стоят столы, компьютеры и сканеры. Прямо как в какой-нибудь бухгалтерской конторе. Только все работники носят значки и пистолеты. Кресло за стойкой администратора развернуто к радио. Передают новости. После короткой рекламной паузы, говорит ведущий, мы вернёмся к истории пропавшего младенца из Индианы, а также поговорим о том, могут ли конфеты вызвать рак. Это и многое другое скоро в эфире нашей радиостанции. Я не смотрела, не слушала и не читала новости с тех пор, как был вынесен приговор. СМИ уничтожили моё доброе имя. Из-за них со мной четыре года не разговаривала родная дочь. Я прожигаю взглядом радиоприёмник. Кресло разворачивается, и я понимаю, что знаю сидящего в нём служащего. Я привыкла мысленно называть этого лысого крепкого мужчину мистер Пропер. Мы с ним встретились пять лет назад. В тот день он без устали флиртовал со мной, спрашивая, что у меня за парфюм. А я только отмахивалась. Мне приходилось изображать непринуждённость. А мой разум в это время обуревали злость из-за несправедливого приговора. И страх перед тем, что меня ждало в ближайшие пять лет. С тех пор мы больше не виделись. До сегодняшнего дня. «Пэти Уоттс?» — говорит он, выключая радио. Я киваю. «Я вас помню», — улыбается он. Мистер Пропер достаёт какой-то документ из ящика, а затем исчезает за дверью склада, чтобы через несколько минут вернуться с небольшой картонной коробкой в руках. Он даёт мне листок. «Мне нужно, чтобы вы проверили всё по описи и поставили подпись, подтверждающую, что вам вернули всё, с чем вы сюда поступили». Я открываю коробку и окидываю взглядом вещи, прежде чем нацарапать свою подпись. «Можете переодеться в обычную одежду», — говорит мистер Пропер, указывая на туалет и подмигивая мне, пока Канули не смотрит. Я запрокидываю голову и шаркающей походкой удаляюсь, прижимая к себе коробку. В кабинке я срываю с себя рубашку с надписью «Департамент исполнения наказаний» во всю спину и начинаю копаться в своих вещах. После пяти лет на тюремном пайке я чувствую, что мои любимые джинсы слегка мне великоваты. К счастью, они на резинке. Я натягиваю футболку с Гарфилдом и красную толстовку с эмблемой муниципального колледжа, где я училась. Мои старые носки стали жёсткими от пота. Но всё равно они лучше, чем тюремные, из грубой шерсти. Я влезаю в белые кроссовки и замечаю последнюю вещь на дне коробки. Это медальончик в форме сердца. Я беру его, планируя положить в карман, но потом всё же застёгиваю на шее. Пусть увидит, что я надела её детский подарок. Я выхожу из туалета и отдаю пустую коробку мистеру Проперу. «Ну, удачи вам!» Он снова подмигивает. Мы с Каноли проходим через освещённый флёресцентными лампами коридор контрольно-пропускного холла, ведущий к парковке. «Тебя встречают, Уотс?» «Да, сэр. За мной скоро приедут. Я не уточняю, кто именно. Хотя Роуз Голд уже 23, некоторые до сих пор видят в ней болезненную маленькую девочку. Не все обрадуются нашему воссоединению. Некоторым плевать на то, что я не спала ночами, следя за показаниями приборов каждый раз, когда она попадала в больницу. Они не знают всей глубины моей материнской любви. Мы останавливаемся у дверей. Я тянусь к ручке, чтобы толкнуть её. И чувствую покалывание в кончиках пальцев. Каноли почёсывает усы, подстриженные под Тома Селика. Американский телевизионный актёр снимался в сериале «Частный детектив Магнум» в 80-х годах. Родителям жены очень понравились вареники по тому рецепту. Я радостно хлопаю в ладоши. Я же говорила. Помедлив, Каноли добавляет. «Мне явно удалось впечатлить Марту. Вчера она даже не стала спать на диване». Постепенно всё образуется, сэр. Она оттает. Продолжайте читать ту книгу. В последние месяцы я натаскивала нашего надзирателя по книге «Пять языков любви». Книга Гэри Чепмина по саморазвитию снискала большую популярность в США и других странах. Каноли улыбается и, кажется, не может подобрать слова. «Ну-ну, не раскисать!» Шучу я, хлопая его по плечу. Он кивает. «Удачи, Пэтси. Пообещай мне, что я тебя тут больше не увижу, ладно? Сделаю всё, что в моих силах», — говорю я. Каноли уходит. Его огромные, как у клоуна, ботинки шлёпают по линолеуму. Я провожаю надзирателя взглядом. Когда Каноли вваливается в какой-то кабинет и закрывает за собой дверь, я остаюсь один на один с пугающей тишиной. Вот и всё. Департаменту исполнения наказаний штата Иллинойс больше ничего от меня не нужно. Я стараюсь не обращать внимания на гулкий стук в груди. Открыв дверь, я выхожу под слепящее солнце, почти ожидая, что вот-вот раздастся сирены и замигают красные лампы. Но здесь нет никакого подвоха. Входи, выходи, никому нет дела. Я могу пойти в кино, в церковь или в цирк. Я могу оказаться на улице в грозу без зонта или попасться вооружённым грабителем. Я свободна, и со мной может случиться всё, что угодно. Я вытягиваю пальцы, чтобы поймать прохладный ноябрьский ветерок. Приложив ладонь к колбу козырьком, я окидываю взглядом парковку, высматривая старый фургон «Шевроле». Но кругом только море седанов, и не души. Она приедет с минуты на минуту. Я сажусь на хрупкую скамейку. Она со скрипом прогибается под моим весом. Несколько минут я, нахмурившись, пытаюсь устроиться поудобнее, но потом, бросив эту затею, встаю и снова начинаю ходить взад-вперёд. Наконец я вижу, как мой тёмно-красный фургон сворачивает на длинную однополосную дорогу, ведущую к зданию тюрьмы. Машина подползает ближе, а я приглаживаю волосы и отдёргиваю край толстовки. Я откашливаюсь, как будто собираюсь что-то сказать, но вместо этого лишь молча смотрю. Когда фургон въезжает на парковку, я уже могу разглядеть узенькие плечи и русые волосы дочери. Я наблюдаю за тем, как Роуз Голд паркует машину. Потом дочь глушит мотор и откидывается на спинку сиденья. Я представляю, как она на минуту прикрывает глаза. Кончики её пряди, доходящих до груди, опускаются и поднимаются с каждым вдохом и выдохом. Роуз Голд с самого детства мечтала о длинных волосах и вот, наконец, отрастила. Я где-то читала, что у человека на голове в среднем около ста тысяч волос. У блондинов больше, у рыжих меньше. Интересно, сколько пряди умещается в кулаке? Я представляю, как заключаю дочь в объятии и накручиваю её волосы на руку. Я всегда говорила Роуз Голд, что с бритой головой намного лучше. Так ты менее уязвима, не за что схватиться. Но дочери никогда не слушают матерей. Она поднимает голову, и наши взгляды встречаются. Роуз вскидывает руку и машет мне, будто королева красоты с подиума. Моя рука тоже взмывает воздух в ответном радостном жесте. Я замечаю очертания детского кресла на заднем сидении фургона. Там должно быть пристёгнут мой внук. Я схожу с тротуара и делаю шаг навстречу своей семье. Прошло почти двадцать пять лет с тех пор, как я в последний раз родила. Через несколько секунд крохотные пальчики малыша коснутся моей руки.